Гетер, я зову один, зажигание! Самотер, передлично, продолжаем полет! После первых пусков советских искусственных спутников стало очевидно, что следующим шагом в деле освоения космоса должен стать полет человека. Правда, прежде чем этот шаг станет реальностью, предстояло еще очень многое сделать. Многое сделать, понять и на многое решиться. На заре стартуют корабли. Гром трясет окрестные дороги. От земли на поиски земли. От тревоги к будущей тревоге. Еще в 1958 году по инициативе Сергея Павловича Королева в Институте авиационной медицины были открыты две новые темы. Отбор человека для полета в космос и подготовка кандидатов в космонавты. А 5 января следующего, 1959 года, вышло постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР об отборе кандидатов в космонавты. Однако реализация этого постановления на деле затянулась почти на год. И только осенью 1959-го группа врачей из Института авиационной медицины получила задание начать отбор кандидатов в космонавты. Реализация этого постановления стала возможна только благодаря настойчивости Совета конструкторов и лично Сергея Королева, который внимательно следил за тем, как американцы готовятся осваивать космос. Именно в это время стало известно, что в США ударными темпами разворачивается программа будущего космического полета человека. Первый полет американского астронавта к звездам был намечен на август 1960-го года, который приходился на самый разгар президентской гонки в Америке. И это и другие сообщения из-за океана заставили руководство СССР вновь уделить самое пристальное внимание космической программе. Было совершенно очевидно, что никакие запуски искусственных спутников не могли и близко стоять рядом с полетом в космос человека. Итак, в конце 1959 года специалисты из Института авиационной медицины разъехались по авиационным частям СССР и приступили к работе, которую начали с просмотра медицинских книжек летчиков. Правда, истинный смысл этой работы не афишировался, о нем знали только командиры авиационных дивизий, которые умели держать язык за зубами. Почему первая шестерка? Это действительно герои, они рисковали своей жизнью. Это настолько было еще новое дело, насколько техника была еще не совершенна, не отработана. Многие не знают, а ведь на самом деле первая шестерка тогда еще не была с тем мягкой посадки. И они же катапультировались в высоте 7 километров. Огромный риск. И даже когда летал Гагарин, надежность корабля была невелика, чуть больше 40%. Но шли на этот риск, осознанно понимая, как важно быть первыми в космосе. Поэтому первым доставалось больше всех. Они действительно герои, они действительно рисковали. Но и тем, кто шел за ними, уже было проще. Уже были отработаны системы, уже была отработана методика. И, конечно, это люди, которые во многом открыли дорогу в космос уже будущим поколениям. Сегодня мы уже как-то не так относимся к космонавтам. Ну, одна из таких распространенных достаточно провисий. Да, опасная, да, сложная. Но не такая, как была вот у первых космонавтов. В течение двух осенних месяцев 1959 года специалисты Центра авиационной медицины просмотрели более трех с половиной тысяч летных книжек, отобрав для личного собеседования и стационарного обследования 347 человек. Главными параметрами считались отличное здоровье кандидатов и их биометрические данные – рост, вес и возраст. Во время разговоров с самими летчиками, которые состоялись непосредственно в воинских частях, кандидатам ничего не говорилось о космосе. Летчикам только намекали на то, что есть возможность летать на принципиально новой технике. Советоваться с семьями кандидатам на зачисление в таинственный отряд не разрешалось, а свое согласие или несогласие на зачисление в этот отряд они должны были озвучить здесь же, немедленно. В результате число кандидатов сократилось сначала до 206 человек, а к декабрю 1959 года – до 136. Тогда же, в конце декабря 1959 года, глава государства Никита Сергеевич Хрущев пригласил к себе главного конструктора Сергея Павловича Королева и задал ему прямой вопрос, может ли он обеспечить орбитальный полет советского гражданина раньше, чем это сумеют сделать американцы. Королев ответил на этот вопрос утвердительно, но при этом сформулировал ряд условий. В августе следующего, 1960 года, в отряде космонавтов, состоявшем из 20 человек, была выделена ударная шестерка. А вскоре всем 20 было предложено в анонимной форме высказаться, кто, по их мнению, является их неформальным лидером и достоин стать первым. 19 из 20 назвали при этом Гагарина. Наверное, человек так устроен. Человеку хочется что-то познать неведомое. Может быть, это еще, конечно, как-то и советское воспитание, хотя бы и не сказал. На самом деле, это просто открытость человека, страсть к риску, к новому, быть первыми. Это действительно здорово, это действительно интересно. Ради чего? Опознать свои силы, проверить себя, а не слабо. Это очень важно. Наверное, это не каждому дано, но вот в то время и тем людям это было важно. 16 марта 1961 года космонавты первой шестерки вылетели с аэродрома Чкаловский на полигон Байконур с остановкой в городе Куйбышеве. На этот раз в Куйбышеве они провели одни сутки. Первые для многих из них. Первые, но не последние, потому что с городом Куйбышевым они еще будут встречаться после своих возвращений из космоса. Ночь с 16 на 17 марта космонавты провели в военном санатории Волга на седьмой просеке. Вечером играли в бильярд, в шахматы, гуляли в парке, любовались заметенной снегом Волгой и закатом над ней. А утром 17-го вылетели на полигон Байконур. На полигон они прилетели впервые. В это время там шла подготовка к запуску беспилотного космического корабля с манекеном и собакой-звездочкой на борту. Это был седьмой по счету запуск беспилотного корабля. Седьмой и последний. Следующим должен был стать кто-то из них. Тот, кто будет первым и войдет в историю. Войдет, если останется живым. Находясь на Байконуре, космонавты ознакомились с технической и стартовой позицией полигона, с космическим кораблем и условиями подготовки к полету. Присутствовали они и при старте космического корабля, который совершил штатную посадку в Пермской области. Только после этого космонавты вернулись в Москву. На дворе стоял конец марта 1961 года. Оставалось две с небольшим недели до первого полета человека в космос. Две недели напряженных тренировок и тревожных мыслей о близких. Две недели до будущего. Конечно, первые полеты, и вообще этот период с 60-х годов, это был романтический период космоса. Ведь тогда казалось, что вот сейчас первый спутник полетел, первый человек в космосе. Уже лет через 10-15 мы обязательно будем на Марсе, а там просторы Вселенной открыты. На самом деле оказалось, что все не так просто, все гораздо сложнее и все гораздо дороже. И начали считать деньги и понимать, что просто так огромные миллиарды выбрасывать, когда трудно еще живется на Земле, стоит или не стоит. Поэтому приходит время переосмыслить. То, что человечество все равно будет стремиться в космос, потому что главная тайна происхождения Вселенной, происходения разума, она до сих пор не открыта. Человек все равно будет стремиться ее открыть, а для этого надо познавать космос. Но вот какими путями, как, это вопрос. Поэтому этот вопрос будет переосмысляться и новым поколением. Ну, надо будет уже, может быть, другие какие-то пути искать. Может быть, больше будет не пилотировая пока космонавтики, а автоматы будут решать. Ну, человек все равно так устроен, но все равно будет летать и искать разум во Вселенной, и искать ответы на те загадки, которые перед нами ставят мироздания. Март 1961 года, а был в Куйбышеве таким же, как и многие другие. Днем пригревало солнце, и с крыши начинало капать. А вечером лужицы снова покрывались льдом. Март-марток, надевай семь порток. Учили слишком доверчивых внуков и внучек бабушки. Пристально следя за тем, чтобы, отправляясь в школу, те не забыли дома перчатки или варежки. Тем временем не за горами была уже и горячая пора. Одна из самых горячих в истории страны и в истории всего мира. 30 марта 1961 года в ЦК КПСС и Совет Министров СССР была передана записка министра оборонной промышленности Дмитрия Федоровича Устинова. Результаты проведенных работ, говорилось в этой записке, позволяют осуществить полет человека в космос. Для этого подготовлены два корабля-спутника. Также подготовлено шесть космонавтов. 8 апреля 1961 года состоялось историческое заседание Государственной комиссии. На нем было принято решение назначить основным кандидатом для полета в космос на корабле-спутнике «Восток» Юрия Алексеевича Гагарина, а его дублером Германа Степановича Титова. Нет привала на пути к Рутом, где гроза сшибается с грозою. До свидания. Плавится бетон. Звездолет становится звездою. С вами был Михаил Перепелкин. Павел Перепелкин.